Привет всем. Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. И так события за 23 апреля. Поехали. Мощное землетрясение с магнитудой 5,7 произошло в Боснии и Герцеговине. Эпицентр подземных толчков находился в 42 километрах от города Мастар и в 20 километрах к востоку от города Сталац. Очаг залегал на глубине 5 километров. Как сообщают местные жители, эти толчки были очень интенсивными и сильно напугали многих из них. В некоторых квартирах качались шкафы, кого-то землетрясение застало уже в кровати, некоторых на берегу моря в ходе неспешной прогулки. Говорят, даже запрыгал холодильник на четвертом этаже многоквартирного дома. По информации местных СМИ, подземные толчки были зафиксированы в 9 часов и 9 минут в пятницу вечером. К сожалению, не обошлось и без пострадавших. Погиб один человек, когда на его дом в районе Куковац упала часть горной породы. Поступали сообщения и о камнепадах. Во многих домах образовались крупные трещины на стенах. На данный момент проводится оценка нанесенных повреждений. Крупный град с проливным дождем и сильными порывами ветра были зафиксированы в различных точках департамента Итапуа-Парагвай, что привело к серьезному повреждению крыш домов и сельскохозяйственных культур. Сообщается, что пострадало 35 семей в районе Альта-Вера, где был зафиксирован наиболее крупный град. В результате буйства стихии несколько домов были разрушены, а также был нанесен огромный ущерб посевам. Размеры выпавших градин варьировались от 3 см в диаметре до 5 см. Максимальный порыв ветра составил 30 м в секунду. Все это вкупе с дождем длилось около 40 минут. Многих стихия застала, когда они работали на полях, 4 человека получили травмы от падающего града. Ущерб нанесенной стихии действительно огромен. Многие жители показали в соцсетях, что стало с их крышами после буйства стихии. Бразильский штат Парана пострадал от выпадения крупного града, шквального ветра и прохождения торнадо. Погода начала портиться еще вчера вечером, прошел сильный дождь с ветром, порывы которого достигали 28 м в секунду, а затем уже ближе к утру начал падать крупный град. Размеры льдин превышали 5 см в диаметре. Наиболее пострадавшими регионами оказались запад и север штата. По информации местных СМИ, 52 тысячи объектов электроснабжения были обесточены в результате ударов молний, падения деревьев и опор линий электропередачи. Временно в штате произошло отключение электроэнергии в более чем 40 населенных пунктах. Пострадало много домов, навесов и ангаров, у которых срывало крыши. Стихия разгулялась не на шутку в Бразилии. Сколько пострадало местных жителей пока неизвестно, такую информацию власти не предоставили. Сейчас ведутся работы по восстановлению инфраструктуры, проводятся также работы по оценке нанесенного ущерба от буйства стихии. В Брянской области из-за половодья был объявлен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент под водой остается 500 приусадебных участков и 40 жилых домов. Вода продолжает прибывать и также интенсивно растет число территорий, которое оказывается под водой. По данным регионального управления МЧС, опасность подъема воды сохранится еще несколько дней. В Московской области остаются потопленными 200 приусадебных участков. В общей сложности реки вышли из берегов в 30 регионах страны. Приближаются к пику половодья и в Рязанской области. Там от большой земли остаются отрезанными два населенных пункта. Наиболее сложная обстановка это в Московской области и Брянской области. На реках области наблюдаются колебания уровня воды. За последние сутки поступила информация о подтоплении двух мостов. Таким образом остаются подтопленными пять низководных мостов. Во Владимирской области наоборот за последние сутки был отмечен спад уровня воды. Местами отметка понизилась на 20 сантиметров. На территории американского штата Нью-Мексико продолжают бушевать масштабные пожары. По мере того как тушат одни возгорания, возникают все новые и новые. Местные власти сообщили об формировании нового крупного очага возгорания на пике Холлс, площадь которую он уже успел охватить превысила 5000 гектар. В регионе разрушены и повреждены сотни домов. Была объявлена массовая эвакуация. Столб дыма виден за несколько километров. В тушении пожара принимает участие 250 спасателей, пожарных и добровольцев. Как информируют местные СМИ, уже от пожаров погибли два человека. Тушение пожара сильно осложняет ветреная и неустойчивая погода, а также сильная жара. Один из самых ужасных пожаров в Нью-Мексике был в прошлом году. Он уничтожил 690 квадратных километров национального парка. Это видеокадры последствий вчерашнего наводнения в Санта-Изабель в Эквадоре. Огромные массы воды, грязи и камней сносили вчера все на своем пути, оставив после себя разрушения. Дома и предприятия, которые оказались на пути этого потока, практически полностью были разрушены. Власти отметили, что это природное явление оказалось самым масштабным за последние 70 лет в этом регионе. Срочно были эвакуированы 50 человек. Счастью, погибших нет. Сегодня с самого утра ведутся работы по расчистке территории отбойства стихии. Под завалами могут находиться люди, так как со вчерашнего вечера 10 человек числятся пропавшими без вести. Проводится и оценка нанесенного стихией ущерба, но и так понятно, что он огромен. Сегодня ожидаются сильные дожди. Эксперты не отрицают, что возможно повторение ситуации с таким масштабным оползнем и селевыми потоками. В ночь на 23 апреля штат Техас накрыл градовый шторм. Одним из пострадавших городов был Лефорц. Размеры градин достигали 5 сантиметров в диаметре. Выпадение града было зафиксировано в 10 часов вечера. Как отметили очевидцы события, стихия буйствовала около 10 минут. Сейчас сказать сложно, какой нанесен ущерб, оценку еще не проводили, но он точно будет, так как град выпал довольно крупный, ждем обновления информации. Похожая ситуация наблюдалась и в другом городе Стиннет, но там град падал уже под утро, да и размеры выпавших льдин были куда крупнее. Под этот град попало много автомобилистов, которые прислали фото и видео буйства стихии. Национальная метеослужба получила десятки сообщений о сильном граде во время сильной грозы. Сообщается о множестве разбитых машин, повреждены крыши домов и разбиты окна. Тут стихия буйствовала примерно 15 минут. На Саудовскую Аравию обрушились сильные ветры и пылевая буря. Тельнее всего от природной стихии пострадали северные и западные районы Эр-Рияда в районе окружной дороги, а также основные магистрали, пересекающие город Хрейс. Во время прошедшей бури был зафиксирован один смертельный случай. В результате короткого замыкания, вызванного ураганным ветром, погиб один человек. Максимальные порывы ветра достигали 28 метров в секунду. По сообщениям синоптиков, в ближайшее время в районе Эр-Рияда может ожидаться выпадение сильных дождей. Местные власти призвали горожан соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от поездок по городу в ближайшее время. Эр-Рияд считают одним из самых жарких городов мира. Тут часто возникают пылевые бури с сильным ветром, а в последнее время выпадает много града. В канадском городе Калгари в провинции Альберто снова выпал апрельский снегопад. Синоптики выпустили предупреждение о снегопаде, ожидается до 15 сантиметров снега. Со вчерашнего вечера в провинции Альберто начал идти снег и местами уже выпало довольно прилично. В Калгари снег начал идти в 9 часов утра и продолжается до сих пор. Через два часа в аэропорту города выпало 13 сантиметров снега, побив предыдущий рекорд. А этот рекорд был установлен в далеком 1937 году, тогда выпало 12 сантиметров снега. И это по-видимому не предел, так как снег идет, а значит сугробы будут только расти. Из-за весенней метели тысячи водителей хаотично добирались до работы. Такие погодные условия стали причиной 150 дтп, причем в них пострадало 14 человек, получившие травмы различной степени тяжести. Зима никак не хочет уходить, продолжая обрушивать на многие города снежные осадки. За последние сутки на земле произошло 109 землетрясений с магнитудой от 2.0 до 5.7 землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 6 странах, каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Прекрасная птица павлин. Павлины широко распространены на территории Индии, Шри-Ланки, Пакистана и Непала и нескольких других стран. Им близки густые заросли высоких деревьев, растущих неподалеку от водоемов и заросшие травой склоны на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Высокие деревья им необходимы для ночевки. Главная черта павлина — это длинные разноцветные перья над хвостья, которые присущи только самцам. Интересно, до полутора лет павлин особых внешних отличий не имеет, а вот ближе к трехлетнему возрасту у него вырастают взрослые перья яркой окраски. Цветовая гамма насыщена зелеными, рыжеватыми и синими тонами. Перья над хвостья украшены большими разноцветными глазами. Такой узор играет важную роль в жизни павлинов, поскольку служит инструментом, позволяющим отпугивать хищников. Красота пышного над хвостья используется самцами для привлечения партнер в период брачных ритуалов, а это немаловажно. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.